МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Я желаю, чтобы все были счастливы и радостны. Фестиваль снеговиков прошел в парке «Наташинские пруды». Я пришла с детьми, с братом, с сестрой, с детьми, со своим мужем, со всей семьей. Как жители Люберец отметили Рождество, смотрите в сюжете. Здесь у нас заслуженные тренера, есть мастера у нас. Готовимся, нет молодежи. В округе прошло первенство Московской области по хоккею с мячом. А теперь подробнее об этих и других новостях. В администрации городского округа Люберцы прошло первое в этом году еженедельное оперативное совещание. Руководители управления и ведомства читались о работе, проделанной в новогодние дни. Подробнее в сюжете нашей семечной группы. Полковник полиции Евгений Романцев доложил оперативную обстановку в округе. По его словам, 1 января в Люберцах совершено два убийства. О пожарной безопасности рассказал начальник Люберецкого гарнизона пожарной охраны Максим Катаев. Он отметил, что за отчетный период в муниципалитете произошло семь пожаров. Пострадавших нет. О работе жилищно-коммунального хозяйства доложил Василий Власов. Также он обозначил планы на текущий год. У нас запланирован ремонт 146 подъездов. Это в основном две управляющие компании, ЛГЖТ и Содействия. Также у нас запланирован план по выполнению капитального ремонта многоквартирных домов. Запланировано 110 домов выполнить в этом году. В рамках программы социальной поддержки молодых семей глава округа вручил сертификаты на получение социальной выплаты 12 семьям. Всего с 2009 года, благодаря поддержке администрации, жилищные условия в Люберцах смогли увеличить почти 70 молодых семей. Социальные выплаты представляются молодым семьям, то есть возраст супругов до 35 лет включительно, которые нуждаются в улучшении жилищных условий. То есть на каждую члену семьи приходится менее 10 квадратных метров на человека. В ходе совещания также были рассмотрены вопросы, связанные с уборкой дорог от снега и наледи, вывозом мусора и работой уличного освещения. Богдан Колесников, Денис Заугольников, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ. Губернатор Московской области Андрей Воробьев и мэр Москвы Сергей Собянин три года назад подписали соглашение об организации снабжения подмосковного региона водой московского водопровода. Московскую питьевую воду, очищенную по новым технологиям, уже получают жители Люберец. В запуске новой насосной станции повышенного давления на улице Московской принял участие глава округа Владимир Ружицкий. За последние годы в Люберцах вода из-под крана стала чище. На чайнике нет накипи, стерильные машины лучше работают, а на руках не сохнет кожа. Все это – результат поступления московской воды. Городской округ Люберцы пока не полностью перешел на московскую воду, но Мосводоканал и Люберецкая администрация совместно с руководством подмосковного региона постепенно решают задачи, связанные с модернизацией. С каждым годом все больше потреблять московской воды, потому что водоносные горизонты в нашей зоне, они истощены. Здесь много фтора, железа. Московская вода, она очищается по всем современным стандартам. То, что сегодня придумано в мире, это есть в системе Мосводоканала, это качество воды, это все, что касается состава воды. Благодаря запуску новой насосной станции московской водой будут обеспечены еще порядка 15 тысяч жителей Люберец. Пока это 115-й квартал. По словам главы округа, в перспективе мощности насосной станции хватит для обеспечения бесперебойной подачи воды более чем для 40 тысяч человек. Московской водой в настоящее время обеспечены около 60% жителей округа. Богдан Колесников, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ. Представители Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области совместно с сотрудниками администрации городского округа Люберцы провели рейтинг в районе самолет. Они провели работу общественного транспорта в утренний час пика. Также выслушали обращения жителей. Подробности далее. В 7 утра на остановке на улице Барыкина уже многолюдно. Основная масса людей в ожидании маршруток, которые направляются в сторону станции метро Некрасовка. По словам пассажиров, стоять приходится в среднем по 15-20 минут. Автобусы ходят неравномерно. Могут один за одним в сторону школы, и люди стоят, ждут. Причина неравномерного движения общественного транспорта и длительного ожидания – ситуация на дорогах в утренние часы пик. На одном только маршруте 12.30. Задействовано 32 единицы автобусов малого и среднего классов. На сегодняшнее утро уже у меня четвертый, третий выезд уже. Через меня по терминалу, если посмотреть в общем, в общем, ну где-то человек, ну, 300. Один я только перевожу. Представители транспортной компании ежедневно проводят мониторинг пассажира потока, чтобы при необходимости запускать на эту линию дополнительные автобусы. Очередной рейд они провели совместно с сотрудниками Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области и администрации городского округа Люберцы. Общаемся с пассажирами, сколько они времени проводят на остановочных пунктах. И уменьшаем, соответственно, интервал движения подвижного состава на данной линии. Интервальное движение нашего маршрута – 8 минут. Обращения, поступившие от жителей во время утренней проверки, уже взяли в работу. По итогам рейда принято решение увеличить подвижной состав на этом участке на 3 единицы. В России уже второй месяц хозяйничает зима. Вместе с ней и ее постоянные спутники – снегопад и гололедица. А значит, вопрос травм сегодня актуален как никогда. Как уберечь себя от падения в гололед? За советом наша съемочная группа отправилась в травматологический пункт. Обильные снегопады стали причиной множества травм. Только за одни сутки, 1 января, в Люберецкий травмпункт обратилось более 80 человек. Упал лёд, сплошная грязь, вот это вот месиво. Не чистится в Москве даже. Два перелома. Плечевой сустав и поясница тоже отросток. Альбина Агонян получила травму в Москве. В столице ей оказали первую помощь, а для дальнейшего лечения направили по месту прописки – в Люберце. С начала года снимки, запечатлевшие переломы и трещины, появились уже у нескольких сотен люберчан. В большинстве случаев люди травмируют лучезапясные и голеностопные суставы. Чаще всего бытовая травма, это получается как на дороге, на улице, поскользнулся и упал. Несерьёзно относится к выбору обуви. Особенно сейчас у молодёжи характерна эта плоская подошва. В качестве профилактических мер доктор рекомендует ходить спокойным, размеренным шагом и надевать нескользящую обувь. А пожилым людям советует не пренебрегать дополнительной системы опоры. А главное – всем смотреть под ноги. Конечно, на первом месте бытовые. Все бытовые. Производственные случаются, но они не превышают их 3%. Это вполне нормальные цифры. Насчёт дорожно-транспортных травм, да, они, конечно, имеют место быть. Из-за обильных снегопадов и гололёда возрастает травмоопасность как пешеходов, так и автомобилистов. Поэтому особое внимание травматолог обратил на качество уборки дорог и тротуаров. Если нужно 8-7 часов обработать, налить, то сделайте это. Если всё будет делаться по графику, я думаю, будет гораздо меньше этих несчастных случаев прямо на улице. Коммунальные службы работают практически в круглосуточном режиме. Однако с последствиями снегопада не всегда можно справиться в установленные сроки. Иногда возникают проблемы с наличием свободной техники и рабочих рук. Будьте внимательны на дорогах и тротуарах и берегите своё здоровье. Богдан Колесников, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ. В день четвёртой годовщины со дня кончины протеерея Владимира Ганина в храме Успения Пресвятой Богородицы в селе Жилино совершена божественная литургия. Её возглавил благочинный церквей Люберецкого округа священник Вячеслав Новак. На Люберецкой земле отец Владимир начал своё пастырское служение в 1967 году. Это были трудные для церкви времена. Храмы снова закрывались, и надо было иметь огромное мужество, чтобы в эти годы последовать за Христом. Его миссия, прежде всего, была нести в мир проповедь. Тогда на исповедь приходило, например, на какие-то большие праздники по 700-800 человек, и батюшка их исповедовал. И он для каждого находил тёплое слово. Свои добрые дела отец Владимир никогда не афишировал. «Пусть левая рука твоя не знает, что делает правая». Эти слова из Евангелия от Матфея стали его девизом на всю жизнь. Он никогда не был многословен, никогда. Но, тем не менее, бывали такие случаи, когда он просто находил одно-два слова, но оно было именно тем, которое было нужно. Отец Владимир искренне любил людей, за что и снискал уважение прихожан. Сегодня они ещё раз вспомнили этого человека и его добрые дела, которые, как и память о нём, будут жить вечно. Невысокого роста, с очень тихим голосом и как бы незаметный человек. Но от него исходила такая духовная мощь. Мне казалось, что в своём сердце, через своё сердце он пропускает вообще беды, печали всех людей. И для каждого он находил слово и утешение, и поддержки. Если надо было, мог и пожурить, но любя. Служению в Успенском храме священник отдал более полувека. За такое долгое время он воспитал и привёл любовь к вере не одному поколению. Богдан Колесников, Денис Заугольников. Телеканал ЛРТ. Ходить за покупками стало ещё приятнее. В Люберцах открылся новый торговый комплекс «Комфорт». Наша съёмочная группа не упустила возможность отправиться по магазинам. На улице Январский мороз, а в торговом комплексе «Комфорт» всегда тепло и уютно. Когда-то на этом месте находился популярный у местных жителей рынок. А сейчас четыре этажа с просторными помещениями уже готовы разместить в своих стенах современные комфортные магазины. Торговый центр районного значения «Комфорт» открылся в конце декабря прошлого года. Имеет четыре этажа. Три из них надземные, один подземный. Торговый центр имеет общую площадь 8067 квадратных метров. Из них торговые – 5,5 тысяч квадратных метров. На нулевом этаже расположен продуктовый супермаркет «Да». Здесь в ближайшее время планируется благоустройство прикасовой зоны. Появятся дополнительные сервисы, услуги и точки продаж. Я здесь живу, рядом, поблизости. Поэтому для меня этот магазин находится в шаговой доступности. Мне кажется, я когда на Новый год покупал себе товары, они оказались более качественными. Уже есть заявки на размещение аптеки, оптики, зоомагазина, дома быта и салонов связи. Магазины откроют двери своим покупателям, как только закончатся отделочные работы. Уникальность нашего торгового центра заключается в том, что находящиеся в сене арендаторы являются ведущими дискаунтерами каждой своей категории и предлагают товары и услуги по сниженным ценам. Я считаю, что это важно для жителей этого района, поэтому мы будем стараться и других арендаторов приглашать такого же профиля. Открытие торгового комплекса – это не только комфортный поход по магазинам, но и появление новых рабочих мест недалеко от дома. Торговый комплекс «Комфорт» работает ежедневно, без выходных с 10 утра до 10 вечера. Подробнее ознакомиться с предстоящими акциями и мероприятиями торгового центра можно на официальном сайте и в социальных сетях. В городском округе Люберцы продолжается мониторинг качества школьного питания. На этот раз инспекция прошла в Малаховской 52-й школе. Как ученики младших классов оценили вкус блюд, расскажет наш корреспондент. В коридорах школы витает аппетитный запах. В столовой уже накрыто. Меню на сегодняшний завтрак – запеканка, сливочное масло, горячий чай и яблоки. Для младших классов перемена после первого урока – самое вкусное. Завтраки в школе очень вкусные, но всегда с удовольствием приходим. Я хожу на завтраки, на обеды не хожу, не очень часто. В первом классе ходила. Ну, завтраки очень вкусные. Бесплатное горячее питание получают 89 учеников. 50 детей, которые посещают группу продленного дня, обеспечены полдниками. В школе реализуется проект «Родительский контроль». С начала этого учебного года уже проведено 123 дегустации. Часть поваров живут конкретно на Майзе, чьи дети, я с бабушкой поговорил, внуки, они ходят в эту школу и они, по сути, кормят своих детей. Поэтому главные повара стараются, чтобы здесь было вкусно, потому что они готовят как для себя, для своих, как в доме или дома. С 21 по 23 декабря в 52-й школе проводили опрос. Детям предложили оценить качество и вкус питания. 92% учеников начальной школы и 87% учеников среднего и старшего звена проголосовали за вариант «вкусно». Не нравится школьная еда лишь 8% младшеклассников и 13% старшеклассников. Уиза Иги Азарян, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ. Наступивший 2022 год объявлен президентом России Годом народного искусства и нематериального культурного наследия народов. Все новогодние праздники в каждом поселке округа проходили театрализованные представления, русские забавы, шуточные состязания. На лесной опушке в Октябрьском глава округа Владимир Ружицкий дал старт параду санок. Он проходит в рамках фестиваля «Новогодние традиции» и программы губернатора Московской области Андрея Воробьева «Зима в Подмосковье». Я смотрю, у нас там впереди ребята приготовились к саночному забегу. Поэтому с вашего разрешения давайте дадим старт на саночный марафон. На старт, внимание, марш! Павел Редькин, как настоящий Емеля, приехал на фестиваль на печке. В ней дрова, а на паше тёплый сюртук и щука под мышкой. Вместе с семьёй они не только успели смастерить необычные сани, но и весело встретили Новый год. Очень хорошо запускали фейерверки, звали кого-то в гости. Жду и селье победы. Также для гостей праздника устроили концерт творческих коллективов посёлка. Бег в мешках, игру в городки, перетягивание каната, семейные эстафеты и хоккей в валенках. Несмотря на мороз, мёрзнуть было некогда. Но если кто-то всё-таки азяб, мог согреться горячим чаем с пряником. Луиза Игиазарян, Ирина Иванова, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ. Всю праздничную неделю в городском округе Люберцы проходили развлекательные программы в рамках губернаторского проекта «Зима в Подмосковье». В парке «Наташинские пруды» состоялся фестиваль снеговиков. Наша семьяшная группа стала очевидцем необычного шоу. Многие посетители парка слепили его ещё дома, а точнее нарядили своих детей в тематические костюмы. Все, кто пришли на фестиваль в образе снеговика, выступили на сцене наряду с артистами. Мы тут смастерили, частично купили, частично смастерили костюмчик, пришивали вот очень долго, мы пришивали вот эти вот мишуру. Ну, Анечка, конечно, очень помогала. С удовольствием пришли погулять и очень всему рады и довольны. Я желаю, чтобы все были счастливы и радостны. Свои поздравления жителям городского округа адресовал и Владимир Ружицкий. Он посетил фестиваль и наградил всех участников памятными подарками. Всех поздравляю вас и с наступившим Новым Годом, и с Рождеством. По сути, дойдут рождественские святки, замечательная погода, я скажу. Я думаю, что парк, все-таки, Наташинский, он преобразился, но я не знаю, знаете ли вы, нет. Мы планируем в этом году начать реконструкцию парка, он будет немножко другой, мы его облагородим, и он станет еще более красивым и привлекательным. Атмосфера праздника царила в парке на протяжении всего дня. Кроме музыкально-развлекательной программы, для жителей и гостей округа приготовили зимние забавы и серию новогодних мастер-классов. В рамках фестиваля «Новогодние традиции» губернаторского проекта «Зима в Подмосковье» в Краскове прошел праздник «Рождественский сочельник». Жители округа с песнями и танцами готовились к встрече одного из главных христианских праздников. К предрождественскому веселью присоединилась и наша съемочная группа. Издавна в канун Рождества принято дарить людям радость. В этот день наши предки ходили по соседям с предрождественскими песнями, колядками. Краскова придерживается праздничной традиции. У нас проходит праздничная программа «Народные гуляния рождественских сочельников». В Олиберетском округе вообще с 3 по 9 января проходит зимний новогодний фестиваль «Новогодние традиции». И вот в рамках этого фестиваля сегодня наша вот такая обширная программа. Хороводы, рождественские гадания и яркие творческие номера на сцене не оставляют никого равнодушным. Праздничная программа подготовлена артистами Красковского культурного центра. Веселью присоединились и взрослые, и дети. Юные жители округа брали пример со взрослых артистов и делились своим талантом. Лёгкий беленький снежок, так похож на творожок. Только есть его не буду, ведь снежинки – это чудо. «Спасибо огромное, радость такая. Вон все возле ёлки и взрослые прыгают вместе с детьми. Администрации большое спасибо, что вот такие праздники устроят. Конечно, это надо. Люди уже все такие, какие-то понуры, а сегодня он царит и радость такая». Праздничное мероприятие посетил глава округа Владимир Ружицкий. Он поздравил жителей с Рождеством и заявил, что Люберецкий округ входит в пятёрку лидеров губернаторской программы «Зима в Подмосковье». «У нас на территории всего городского округа вот подобные ели, подобные мероприятия. И мы хотим и стремимся, чтобы жители отдыхали, веселились. Особенно детишек много, потому что, в принципе, праздник и для взрослых. Но куда приятнее, когда вот дети улыбаются, веселятся». «Согласно примете, чем веселее празднуешь сочельник и Рождество, тем благоприятнее будет год, в том числе и в здоровье. Возможно, примета оправдает себя, и 2022 год будет успешным». Дмитрий Гринчев, Петр Пономаренко, телеканал ЛТ. Жители Люберец отметили один из главных христианских праздников в парках городского округа. На Малаховском озере прошли рождественские народные гуляния. Мероприятие состоялось в рамках губернаторского проекта «Зима в Подмосковье». Подробности в материале моих коллег. Калятки, хороводы, перетягивание каната, игры и забавы. Празднование Рождества прошло в лучших народных традициях. Посетителей парка «Малаховское озеро» ожидали сказочные персонажи, главные новогодние волшебники и театрализованное представление. Довольными остались и взрослые, и дети. «Я пришла с детьми, с братом, с сестрой, с детьми, со своим мужем, со всей семьей. У нас так стало красиво, так здорово. Дети танцуют. Спасибо большое. Очень все нравится нам». «Очень, очень нравится. Хороший праздник организовали. Спасибо вам большое. Всех поздравляем с Рождеством и Новым годом. Хороших праздников». В то время, как на сцене выступали творческие коллективы, на территории парка работала рождественская ярмарка. Гостей праздника угощали горячим чаем, пловом и выпечкой. Несмотря на мороз, атмосфера в парке теплая и радужная. «Всем здоровья, добра, как говорят, благодати Божией. Будьте счастливы, берегите себя, занимайтесь с детьми, потому что это наше будущее». Жители округа активно провели новогодние праздники. В Кореневском карьере Рождество встретили в спортивном режиме. Заплыв моржей, катание на снегоходах, лыжные забеги и многое другое ожидало горожан. Подробнее в сюжете. Все новогодние салаты съедены, самое время вылезти из-за стола и задуматься о здоровом образе жизни. На Кореневском карьере для жителей округа провели праздник спортивного Рождества. «Планируется сегодня, что мы установим некий рекорд в двоеборе. Это наши постоянные любители моржевания, которые сделают круг 400 метров, потом заплыв в холодной воде». Двоеборец Артем Стоноженко предпочитает тренировки на открытом воздухе. Мороз – не помеха спорту. Закаливание только укрепляет организм. Он регулярно окунается в прорубь с 2017 года. «Собираюсь пробежаться и искупаться. Для меня это, можно сказать, почти привычно. Помогает немножко меньше болеть зимой. Когда зимой бегаешь, какую-то такую активность подвержена болезням. А если купаться, то вроде полегче». Рекорд установлен. Артем прошел всю дистанцию за 2 минуты и 1 секунду. Его результат сможет попробовать побить любой желающий уже в следующем году. «Оказалось даже легче, чем я думал. Я эмоциями доволен как-то. И пробежал все вроде быстро, и плыл, и все. Очень рад. Приходите сюда и купаться, и если через год такое же соревнование, приходите участвовать. Прорубь здесь можно застать более-менее готовой почти каждый день». Артем не единственный морж на спортивном Рождестве в Коренево. Ему составила компанию хрупкая Ирина Чеснокова. Девушку совсем не пугает ледяная вода. Она словно русалка окунулась в прорубь. Николай Волков в свои 65 лет отлично себя чувствует и показывает пример молодому поколению. «Всем здоровья! С Рождеством всех!» «Спасибо!» «Поддерживайте спорт! Комитет люберезкий!» Девятилетняя Катя Пивоварова хотела бы тоже окунуться в прорубь. Да только родители не разрешают. Сегодня она довольствуется футболом на снегу. «Я с детства уже занимаюсь футболом, уже 4 года, и мне это очень не нравится. Хочется все равно играть снова, знакомиться с некоторыми, побеждать в новом году. Тем более зимой». Данила Палукчиу любит ездить на велосипеде. Он объехал на нем весь Крым и Турцию. Но зимой молодой человек выбирает лыжи. Он занимается этим видом спорта всего 2 года. «Мы тренируемся в Латкарино, Подмосковье. Там есть очень хороший лыжный клуб. Мы катаемся примерно 20 километров за тренировку 3 раза в неделю. Живу я здесь, недалеко. Поэтому решил поучаствовать в таком замечательном событии». Данила установил первый рекорд спортивного Рождества по лыжному бегу. Он преодолел дистанцию в три круга за 2 минуты 35 секунд. А самым маленьким рекордсменом рождественского праздника оказался 4-летний Артем Арутюнян. Он еще плохо говорит, но уже отлично управляет снегоходом. «Квадриками увлекаюсь на соревнования. Участвовал на Малаховском озере, первое место занял. И он по моим путям идет практически каждый день. То на снегоходе, то на квадрике гоняет часто». Всем победителям вручили памятные награды. Но главный приз – заряд отличного настроения и крепкого здоровья, которого хватит на всю зиму. Дмитрий Гринчев, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ. Новый каток в Наташинском парке – не только место для развлечений и отдыха, но и площадка для обучения различным видам спорта. Для всех желающих там прошел мастер-класс по фигурному катанию на коньках. С тренером и начинающими спортсменами пообщалась наша съемочная группа. «Упражнение «Фонарик» – самое простое упражнение для фигуристов. Пляточки ставим вместе, высочки собираем. Держать баланс и не смотреть вниз – золотые правила фигуристов. Тем, кто становится на коньки впервые, важно быть под присмотром тренера и внимательно следить за его движениями. Плавно и уверенно скользить по льду может научиться каждый. Главное – правильный подход. «Не бояться. Лед не настолько страшен, а наоборот он красив и скользит. Не останавливаться на месте и, конечно же, держать руки, спину, баланс на льду». Многие посетители мастер-класса встали на лед впервые. За исключением Людмилы Мананниковой. В прошлом она тренер по фигурному катанию и учитель физкультуры. «Это мне уже знакомо, потому что на ржавый конек я уже хожу второй год. Ну и, конечно, в детстве тоже все это учили когда-то. Но встала на коньки после перерыва где-то 35 лет примерно». Участники спортивного занятия не только обучились навыкам фигурного катания, но и получили хорошее настроение, заряд бодрости и энергии. «Каток» в Наташинском парке работает каждый день с 10 утра до 21.30. Луиза Игия Зарян, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ. Показательные выступления по спидвею прошли в Люберцах в рамках губернаторского проекта «Зима в Подмосковье». Гонки на мотоциклах по чистому льду в нашем округе состоялись впервые. Неравнодушным не остался никто. Подробнее в сюжете нашей съемочной группы. На запасном поле стадиона «Торпеда» собрались десятки людей. До начала гонок меньше минуты. Газ на всю и вперед. Зрители увидели парад мотоциклов, а также полуфинальные и финальные заезды по ледовому спидвею. Специальный гость праздника, он же участник заезда, известный спортсмен Олег Маслов. Спортивную карьеру он начал в раннем детстве, но не с мотоспорта. Я сидел на трибунах, смотрел, как взрослые дядьки вот так же гоняли. Я занимался футболом, футбол ходил. А вокруг футбольного поля гоняли, у нас трек был специальный гаревый. И со временем я начал ходить в секцию спидвея. Победа за победой и в 2014 году Олег завоевал титул вице-чемпиона Москвы и Московской области. На январских соревнованиях в Люберцах его снова ждала победа. Не то что ожидал, как бы все едут на равных тут по сути. Тут технический спорт, и тут как складывается. Всегда стараешься, выкладывается у нас все 100%. Спортсмены продемонстрировали трюки в экстремально сложных условиях. На льду. Скорость, риск и адреналин – главные составляющие ледового спидвея. В присутствии зрителей спортсмены показали все свои лучшие навыки. Среди победителей был и 12-летний люберчанин Петр Гирич. Впечатления отличные. Хотел бы сказать отдельное спасибо Олегу Маслову, что так меня хорошо тренируют. В детстве смотрел, как катаются мальчики. Мне очень понравилось. Хотел тоже попробовать. Попробовал, мне очень понравилось. И дальше начал продолжать тренироваться. Одно из свойств мотоцикла – отсутствие тормозов. Для того, чтобы контролировать скорость, нужно быть настоящим асом. За первые места боролись спортсмены из разных регионов. Но во всех номинациях победу одержали люберцы. Ведь не случайно говорят – люберцы – территория спорта. В новогодние праздники в городском округе Люберцы прошло первенство Московской области по хоккею с мячом. В нынешнем сезоне в нем участвуют 10 команд. Четыре из них поборолись за титул чемпиона на стадионе «Урожай» в Томилине. На одном из хоккейных матчей побывали и мы. Пока хоккеисты разминаются перед игрой, трибуны постепенно заполняются зрителями и болельщиками. Свисток судьи – и матч начался. На льду встретились команды «Урожай» Томилина и «Вымпел» из Наукограда Королева. Первый гол долго ждать себя не заставил. Его забил Кирилл Пчелинцев. Надо больше забивать. На одном голе не надо останавливаться. Я думаю, все будет. Сейчас все забьем. Владимир Плавунов, Александр Кораблин, Анатолий Визанкин и другие игроки в русский хоккей начинали спортивную карьеру на Люберецкой земле. Сегодня этих прославленных спортсменов, чемпионов России, СССР и мира, знает каждый любитель хоккея с мячом. Русский хоккей у нас очень здорово развивался. То есть Люберцы, Томилина – это были родоначальники русского хоккея в Люберецком округе. Есть у нас заслуженные тренера, есть мастера у нас. Готовимся. Нет молодежи. Молодежь нужна, чтобы привлекали молодежь, чтобы подтягивалась молодежь. Так-то все есть, и условия катки есть. В тренерской комнате десятки кубков и грамот. Стены украшают командные фотографии. А значит, в округе любят русский хоккей и играют в него. Хоккей с мячом не просто доступная каждому игра, но и зрелищная. Богдан Колесников, Денис Заугольников, телеканал ОРТ. Во дворце спорта «Триумф» прошел кубок городского округа Люберцы по Новосу. В открытом турнире приняли участие 8 команд из российских и зарубежных городов. За увлекательными спортивными поединками наблюдал наш корреспондент. Мне, как игроку, которому доно, допустим, первый правый удар, я должен забить вот эти пешки. Те, которые находятся напротив меня. Необычная интерпретация бильярда «Новус» – это не просто увлекательная игра, а полезный вид спорта. Он развивает глазомер, вырабатывает четкость, координацию движений и, что самое главное, доступен каждому. В Люберцах это направление стремительно набирает популярность. Уже в третий раз городской округ становится площадкой проведения открытого турнира по Новосу. У нас сейчас программа Люберецкая идет по образовательным школам. Мы стараемся внедрить Новос, и она принята. У нас сегодня, кстати говоря, представлен впервые в мире стол шестигранный Новосный. Это наше Люберецкое, что называется, изобретение. Здесь несколько другая идеология игры. Большие возможности есть для развития. Поэтому мы считаем, что у него есть большое будущее. Среди участников соревнований – гости из Риги. Латвия считается родиной Новоса. Национальный вид спорта для большинства жителей страны – как образ жизни. «Повсюду, на каждом предприятии, где работает, всюду стол. Это перерыв, поиграть в Новос. Это уже без него никуда. Приехал в гости, так как узнал, что будет такой турнир, и подал заявку поиграть». Игра проходила по круговой системе. Так как в каждой команде участвовало по три человека, разыгрывалось три комплекта медалей. Главный приз турнира – переходящий кубок городского округа Люберцы по Новосу. А на этом выпуск завершен. Еще больше подробностей смотрите на нашем сайте lrt.tv или в социальных сетях. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова